Сафронов Андрей, исследователь аномальных единиц. Новая концепция души и духа. Продолжение. Так, тихо, тихо, тихо. Значит, еще раз я напомню, о чем я говорил на прошлых докладах. Я рассматривал с одной стороны концепцию души как кодированного тороида, и в одних докладах я рассматривал различные виды трубчатой тороидальных структур, различной архитектуры, как носителей определенной информации. И в других докладах я рассматривал именно какие кодировки записаны на тороидальных структурах, именно как на носителях. То есть без вот такого подхода познать, что такое душа, невозможно. Вот. Ну, те, кто, допустим, отсутствовал на моих предыдущих докладах, я предлагаю в интернете найти эти записи, вот особенно последние. Вот. И, значит, важно, что когда я составил вот такую, ну, достаточно новую концепцию души, я пришел к выводу, что предыдущие модели, ну, скажем так, не совсем адекватные, причем модели даже, скажем так, общепринятые. Я сейчас даже не буду рассматривать концепции души, допустим, древних греков, того же, допустим, Аристотеля, или, допустим, вот разбираемые ранее мной модели, допустим, каббалистическую, ватуистскую и так далее. Вот. Ну, наиболее продвинутая в таком, в плане детализации, это индуистская модель, ведическая модель души. Вот. Хотя там тоже есть, ну, ряд вопросов к такой модели. Вот. Но сейчас я предлагаю разобраться вот чем. Значит, вот я провел, вот, скажем так, такой анатомический функциональный анализ комплексной души некоторых высокоорганизованных живых существ, в том числе человека. Вот. И, значит, первое, значит, о чем я подумал. Значит, возникают очень серьезные сомнения в адекватности модели семи чакр и семи тонких тел человека, и их терминологии. Вот. Типа тело эфирное, астральное, ментальное, каузальное, бутхиальное, атманическое. Ну, это вот модель, которая так, она не признается, допустим, академической наукой, но эта модель присутствует во многих эзотерических книгах. Значит, она присутствует, допустим, в ряде религиозных систем ведических, например, в шиваитской системе. Вот. Присутствует, например, у буддистов. Вот. Значит, присутствует у теософов. Вот то, что описано у Блаватской, например. Вот. Значит, моя версия такая. Значит, вероятно, это древние установочные данные, ну, некие нарративы, спущенные, скажем, от высших сил, возможно, от богов людям. Вот. То, что напрямую экспериментально подтвердить или опровергнуть невозможно. Ну, по крайней мере, на тот момент, когда вот эти нарративы спускались. Вот. Кроме того, им предавался еще священный статус. Вот. Чтобы, допустим, неверующие люди или сомневающиеся люди оказались под кармическим ударом. Ну, такая вещь есть. То есть, например, есть, например, некоторые виды, скажем, священных писаний, что если человек начинает сомневаться в том, что написано, у него могут начаться проблемы по определенным ситуациям, а также возникать различные болезни. Вот. Поэтому тут определенная нужна техника безопасности. Вот. Но я сейчас касаюсь несколько других тем. Значит, мне кажется, что в традиционной концепции тонких тел нужно провести корректировки и перемоделирование. Значит, придется менять также и название, собственно, ярлыки. Вот. Значит, сперва я, значит, опишу недостатки вот такой общепринятой модели. По сравнению, скажем, с той моделью, которую я предложил, вот. И, значит, недостатки заключаются в следующем. Первое. Это отсутствует концепция тороидов. В том числе, значит, и не только в строении структуры Атмана, но и структуры Дживы, значит, а также управляющих контуров. Значит, я поясню. Значит, согласно такой общепринятой модели, значит, управляющих контуров или тел, значит, вовсе не 7 плюс 7, а как я ранее, значит, в предыдущих докладах говорил, что там разные проекты человека есть, у которых, скажем, от 9 до 17. Более точно там 9 тонких тел, 11, 13, 17. Но имеется в виду, включая грубое физическое тело. Вот. Теперь дальше. Названия приведены и интерпретированы не совсем верно. Значит, далее. Значит, в чем недостатки названий? Значит, ну, начнем с того. Вот есть, например, некое тело, тонкое тело, которое называется эфирным. Но дело в том, что так как любая материя формируется из эфира, то тем самым любой, абсолютно любой материальный объект, получается, вторичен, там, третичен и так далее по отношению к эфиру, и получается, что любое тонкое тело человека, ну, по законам формальной логики, можно назвать эфирным. То есть это уже неправильно. Теперь далее. Значит, астральное тело. Значит, от греческого «астрозвезда», вот, то есть звездное тело. Дело в том, что, опять-таки, когда я описал строение комплексной души человека, ну, оно похоже, хотя и отличается, вот, на ту концепцию, которая была показана у Вселенского Евгения Николаевича. Ну, там разница в деталях и в терминологии. Ну, как бы, вот эту модель можно считать, ну, как некую, ну, базовую, отправную точку. Вот. Там получается такая вещь, что в силу топологического сходства астральным или звездным телом можно назвать любой тороид в комплексной душе человека. Вот. Так как принципы формирования тороидов индивида и звезд схожие, вот, и более того, тороиды, соответствующие органам, можно также считать астральными. Вот. При этом звезды также имеют форму тороида, близкую к шару. Вот. Значит, другое дело, что в некоторых эзотерических школах под астральным телом, значит, понимают структуру звездного тетраэдра. Вот такого типа, то, что я показывал. Вот. В камеру. В камеру, да, да, да. Вот. А также структуры шри-яндры. То есть, вот такие вот тела, скажем, формально тоже можно считать звездными. Вот. То есть, это вносит определенную путаницу, потому что, опять-таки, под звездным или астральным телом, что понимать, это структура тороида или информационное наполнение, условно говоря, набор кодов. Или неправильно. Вот. Теперь далее. Значит, под ментальным телом надо скорее понимать не тонкое антропоморфное тело, а питающие его тороид, имеющие особую кодировку, определяющие программное обеспечение, а также системы формата образования, кодирование, декодирование, а также работы памяти, которые проецируются на соответствующее ему тонкое тело и на комплекс головного и спинного мозга. И определяет скорее не о чем думать, а каким образом, по каким стандартам, с помощью каких команд и алгоритмов думать. Вот. Теперь дальше. Аналогично. Каузальное тело или тело причинности надо понимать не как антропоморфное тонкое тело, а как питающий его тороид, в кодировке которых зашита информация о судьбе, карме данного индивида по делам и мыслям его прошлых жизней, а также с запаздыванием по его нынешней жизни, также связанных с ним эгрегорных структур, а также структур его рода, его предков. Именно через эти кармические записи передаются программы гармоничного или наоборот негармоничного функционирования организма. Такие вещи, как пробои ауры, а также как вот через чакры входит и выходит энергия и информация. Программируются болезни, ставятся разные фильтры на потоки энергии и информации, в том числе и способности к мышлению, к восприятию, обработке информации, степени понятливости, скорости мышления и так далее. Также передаются программы взаимодействия с внешним миром, степень удачливости и так далее. То есть нужно разделить кодирующие тороиды, входящие в биополевую структуру, ауру, и антропоморфные тонкие тела. То есть вот когда мы говорим о тонких телах человека, то надо вот именно четко понимать, вот есть именно какая-то часть из них представляет как бы некую копию человека, ну некие фантомные структуры, да, вот именно антропоморфные, а какие-то именно представлены в виде тороидов, которые, собственно говоря, питают энергией и передают определенную кодированную информацию. И вот эти тороиды, они напоминают по структуре, как вот вложенные матрешки друг в друга, или, например, слои луковицы. Вот. А вот в традиционной модели, которая общепринятая, что ли, а там как бы не рассматривается вот такая архитектура, и как бы эти тонкие тела смешиваются в кучу. Причем более того, значит, еще такие вещи, я бы сказал, например, в тех же ведических системах, а также буддистских, считается, что тонкие тела человека – это не душа. То есть что такое душа? Типа это неизвестно, или одному богу известно, а просто описывают набор тонких тел, которые якобы не душа. Вот. В той модели, которую я представляю, я как раз считаю так, что комплексная душа человека и высокоорганизованных животных включает в себя и тороидальные структуры, значит, именно кодированные тороидальные структуры, и плюс антропоморфные структуры, или структуры, напоминающие, допустим, тело животного, ну, если это высокоорганизованное животное, вот, и включая грубое физическое тело. То есть создается единый комплекс. И плюс сюда входят еще те тороидальные структуры, которые подпитывают отдельные жизненно важные органы. Ну, например, такие, как сердце, там, поджелудочная железа, печень, почки, вот и так далее. Вот, то есть эти органы нормально работают только в том случае, если именно их питают соответствующие тороидальные структуры, они могут быть небольшого размера, но именно, так сказать, они совмещены с этими органами и дают ему и кодированную определенную информацию, и насыщают энергией. Причем я поясню, например, даже такой орган человека, как аппендикс, тоже содержит определенное, скажем так, тороидальное расширение. То есть есть тороид, который его подпитывает. То есть, например, если человеку удаляют аппендикс, то тем самым идет потом разрушение этого тороида, и дальше возникают проблемы с иммунитетом у данного человека. То есть, если, условно говоря, человеку аппендикс удаляют не для того, чтобы спасти ему жизнь, ну, чтобы он не умер от аппендицита, а, например, так, профилактики ради, как вот у американцев одно время было, когда чуть ли не новорожденным младенцем начинали удалять аппендиксы, вот, дальше именно вместе с грубым органом идет разрушение, именно подпитывающее его тороида, и дальше происходит сбой по всей иммунной системе такого человека. Вот, то есть, тут тоже надо вот понимать такую вещь. Вот, теперь дальше. Значит, то есть, я хочу сказать следующее, что вот моя концепция вот этой комплексной души человека, по сути дела, основана на принципе неупрощаемой и нефрагментируемой комплексности. Вот, то есть, я напомню, вот именно вот этот принцип неупрощаемой и нефрагментированной целостности, комплексности, значит, приводит к тому, что приходится туда включать не только тороидальные структуры, но именно структуры, напоминающие тело человека, вот, тонкие тела, и даже грубое физическое тело человека. Вот, значит, кстати, древние люди кое-что знали вот о неразделимости тонких тел и грубого физического тела, интегрированных в комплексную душу человека. Значит, я напомню, во-первых, в древнеегипетской модели вот у них понятие БА отождествлялась с душой человека вообще. Правда, они не говорили о тороидальной составляющей, ну, по крайней мере, в дошедших до нас источниках. Вот, но вот эта БА отождествлялась также и с грубым физическим телом человека. Вот, а также воплощением божественной силы и могущества в конкретном теле. То есть, получается, вроде бы парадокс. Ну, то есть, когда современные египтологи пытаются расшифровывать вот эти записи, они должны думать, там, БА – это человеческое тело, это человеческая душа вообще как бы в неконкретном виде, или это божественная энергия, проявляемая через данного человека. А вот как раз та концепция, которую я предложил, именно комплексной души человека, вот она все это объединяет. То есть, БА, по сути дела, это именно вот такой неразрушаемый комплекс, вот, который надо рассматривать в единстве. Вот, потом еще такой момент. Значит, еще недавно, вот напомню, какие-то 200 лет назад в Российской империи в документах крепостных крестьян записывали не как людей, а как души. Вот, вспомните «Мертвые души» Гоголя. Вот, но ранее, вот особенно там в рамках советской пропаганды, это интерпретировали как неуважение к крепостным там, то есть, это не люди, типа, а души. Вот, но в свете представленной мной модели неразделимости комплексной души возникает иная интерпретация, что люди – это некие структурные единицы все-таки на основе именно души, а не тела. Вот, ну, души, именно включающие в себя грубое физическое тело. Вот, но тут другое, важно, чтобы это относилось ко всем людям, а не только к крепостным. Как бы, ну, это так, это попутно. Теперь вот еще, значит, такой интересный момент вот в контексте данной ситуации. Значит, еще вот… Так, 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 сейчас найду… Значит, еще, значит, есть следующие недостатки вот в такой широко распространенной модели тонких тел. Значит, не рассматриваются важные тороидальные структуры над головой человека. Вот, выполняющие функции памяти, программирование, кодирование, декодирование, посреднических и приемопередающих информационных функций. Это тороидальные структуры осуществляют также связь комплексной души с эгрегорами, с информационными структурами предков и рода. То есть транслируют информации памяти предков и рода. Также осуществляют связь со сверхличностью данной жизнеединицы, то, что называют еще сверх-я или супер-эго. Вот, также транслируется информация из так называемых хроник Акаши. Вот, то есть я вот поясню. Собственно говоря, концепции вот такой тороидальной структуры над головой человека мне попадались только вот в двух моделях. Ну, вот из всей эзотерической литературы. Значит, первое – это концепция Вуду, о чем я ранее рассказывал, вот вудуистская модель души человека. И то, это у некоторых школ, когда они считают, что над головой человека существует некий объект, напоминающий тыкву. И, в частности, магия Вуду работала вот как бы с этим тыквообразным объектом, но как бы без конкретики, без такой серьезной детализации. И другое направление – это именно, значит, была такая школа Вселенского Евгения Николаевича. Ну, разные названия, там «Золотой век», «Центр космического разума» и так далее. Вот, собственно говоря, это человек с высшим техническим образованием и очень сильный контактер, вот, которому, собственно говоря, по контакту дали вот примерно вот такое строение души, вот, где именно важно, что над головой человека присутствует еще дополнительная тороидальная структура. То есть это не просто тороид, который совмещен с жизненно важными органами, вот типа печени там или почек, да, и не просто тороид, который находится на уровне головы и подпитывает головной мозг человека, а именно тороидальная структура во внешнем пространстве по отношению к человеку. То есть это над любым человеком, собственно говоря, на небольшом расстоянии от его головы вот, от его головы находится вот именно такая тороидальная структура, функции которой я, собственно, описал. Вот. Значит, единственное, значит, моя модель души не копирует в прямом виде концепцию Вселенского, вот, и там у нас разные терминологии, как бы разная детализация, но общие идеи, я считаю, он обозначил правильно. Вот. Теперь дальше. Хочу еще отметить, что именно такие тороиды над головой человека при неполной искаженной проекции изображены в виде светящихся нимбов над головой особых людей, в том числе богов, святых, допустим, вот, причем это в священной и не только живописи, вот, в религиозной литературе, вот, в индуистских и буддийских системах. Есть они также и на православных иконах. Некоторые люди думают, что, например, нимбы над головой святых это как бы некая часть обычной биополевой яйцеобразной структуры, не совсем так. Это именно, вот, обозначено, как более светящаяся часть именно тороидальной структуры, именно над головой человека, которая входит в состав комплексной души, является частью структуры Атмана, но... Она идет не над головой, она идет вот отсюда, вот печень, так она идет. Они разные, есть разные по архитектуре, но они именно, вот эта структура, о которой я говорю, она именно находится вне грубого физического тела человека, находится именно над головой. Вот такая вот получается. Да, да, да. Горизонтальная, а не вертикальная. Нет, она горизонтальная, я согласен, она напоминает вот по форме, как летающую тарелку или что-то вроде Сатурна, вот, то есть именно такая структура. Вот, теперь, значит, еще я на что хочу обратить внимание. Вот, хотя, значит, в широко распространенных концепциях тонких тел в неявном виде транслируется информационная составляющая, тем не менее, многие информационные характеристики вообще не рассматриваются, либо рассматриваются не в полном объеме, часто в виде следствий, а не причинных факторов. В частности, часто отсутствуют такие информационные процессы, как прием, передача сигналов, их кодирование, декодирование, архивирование, перевод сигналов из одних стандартов и форматов в другие, в том числе, кодирование образов и голограмм, волновые формы динамических, концентрических окружностей, их преобразование в голографические формы и многое другое. Вот как раз на прошлом докладе я вот рассказывал, среди кодировок тороидов в том числе присутствуют именно такие, когда, допустим, часть информации кодируется в виде концентрических окружностей, расположенных определенным образом, которые при определенной кодировке дают именно объемные голограммы. Вот. И наоборот, объемные голограммы могут быть закодированы в виде волновых образов. Я еще раз напомню, значит, здесь очень важен принцип, что, значит, почему именно, значит, удобно посылать информацию в виде голографических образов. А дело в том, что на единице площади, вот, если сравнить, допустим, когда мы пишем текст какой-то или, допустим, какие-то геометрические узоры, вот, там один эффект, но мы можем, условно говоря, на единице площади через параллельно расположенные разные вот такие волновые структуры в виде именно концентрических окружностей разместить огромный объем голограмм, которые могут проявляться вплоть до того, что, например, луч, допустим, энергии какой-то, которая подается, вот, меняя угол наклона, мы можем получать разные голограммы. То есть, по сути дела, с единицей площади, с небольшой, мы можем получать огромное количество образов. И, кстати говоря, наверняка, вот, многие люди с подобными вещами сталкивались, когда, например, в сновидениях, ну, параллельно они могли видеть разные, как бы, объемные структуры. Вот, но не всегда это могли объяснить. То есть, ну, не конкретно один образ, а как бы наложение вот разных голограмм, по сути дела, друг на друга. Вот, причем, это важно, что это не только в структуре мозга, а это именно запечатано в структурах атмана, именно в структурах, кодированных, именно кодированных тароидов души. А, и еще, значит, я сейчас тут закончу. Значит, тонкие тела, вот, именно в этих школах, ну, традиционных, не отождествляются с душой, а модели души не конкретны, размыты, без детализации. Еще неправильно определены формы, функции, свойства, характеристики души. Часто душе приписывают те свойства и качества, которыми душа не обладает. Вот, и еще, значит, такой момент, значит, хотя в ряде религиозных моделей, в частности, ведических, индуистских, подчеркивается неразрезанность души человека, этот живо-атман, с надчеловеческими душами, в том числе, есть концепция сверх души мироздания, так называемая параматма, параматман, парамешварапуруша, парамапуруша, это вот разные как бы термины, характер связи именно выражен нечетко, описание свойств души человека и таких сверх душ также дано нечетко, некоторые их свойства, хотя и детализированные, и конкретизированные, но в свете современных знаний, скажем так, если с этим знакомится непредвзятый исследователь вот данных тем, он может усомниться в их истинности, значит, ну в истинности ряда фрагмента вот таких концепций, вот, я сейчас еще заканчиваю, значит, вот, что касается западной философской мысли, то на проработку и детализацию ряда тем наложено было и в настоящее время табу, вот, в частности, в современных западных моделях реальности непопулярны и негласно запрещены темы внешних управляющих, невидимых управляющих по отношению к человеку, значит, отсюда не прорабатываются в деталях темы души у верховного бога и связи его с душами людей, вот, в отличие от индуистских концепций атмана, который связан с параматмой, например, вот, до сих пор не утихают споры, есть ли душа у животных, у высокоорганизованных и примитивных, там, допустим, у растений, у грибов, грибницы, плесени и так далее, а еще вот в свете уже научно-технического прогресса может, уже возникают такие вопросы, может ли быть или возникнуть душа, например, у гравитационных двигателей, МГД-генераторов, генераторов разных тороидальных полей, электромагнитов, роботов, компьютеров или систем машинного интеллекта, искусственного интеллекта, кстати, не путать, машинный интеллект с искусственным интеллектом, вот, у киборгов, например, вот на эти вопросы можно было бы ответить в рамках концепции или хотя бы гипотез о кодированных тороидах, если эти темы дополнительно разрабатывать, но нет, есть просто негласный запрет на темы трубчатого тора и тороидов, ну, я вот сейчас заканчиваю, соответственно, вряд ли будут прорабатываться темы взаимодействия кодированных тороидов разных масштабных уровней друг с другом, будь то, например, вещество с атомами, организма с органами и клетками, планет с населяющими их существами, людей и эгрегоров, и, наконец, живых существ с Богом. Вот, надо также понимать, что темы тороидов душ и духа закрыты для проработки и сканирования даже для контактеров, ясновидящих, религиозных деятелей и святых. Тем не менее, предлагаемые мной модели комплексной души позволяют хотя бы немного разобраться в данных проблемах и хотя бы, скажем так, поставить, ну, обозначить проблемы и новые темы для новых разработок. Спасибо. Вот, а, наверное, уже заканчивать я буду там в следующие разы. В следующие разы будем заканчивать. Одним словом, душу можно как-то обозначить? Можно. Одним словом, двумя словами, вот я обозначил, любая душа это кодированный тороид. Даже если, вот, меня уже спрашивали, если тороид не имеет кодировки, отсутствие кодировки это тоже кодировка. Поэтому, по сути дела, любое тороидальное, устойчивое тороидальное поле можно считать душой. Там дальше уже могут возникать споры по классификации. Вот, только. Так, спасибо. Да, да. Слезвездно, вы в некий канал конфермен голограмма. Это связано с лазерным излучением, которое имеет определенную когенетность. Да. Какое лазерное излучение вот здесь предполагается? А, стоп, стоп, я понял. Можете не отвечать. Значит, этот термин не совсем корректный. Второе. У вас там в рисунках этот самый, господи, первый рисунок, где не квадратная пирамида, а треугольная, тетрайдер. Какая? Дронвала Мельхиседека. Он неправильный, вообще. Вот, ну, это я... Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Тетрайдер. А, тетрайдер, ну, это как бы взято из его книги, я согласен. Тут пропорции несколько другие. больше не пропорции. Нет, и более того, я, кстати, на других докладах говорил, что есть еще и альтернативные проекты тороидов, то есть далеко не каждый человек имеет именно точно такую конфигурацию тороидов на основе звездного тетрайдера. Это звезда Сиона. Нет, нет, тут пропорции другие, не как это. Недаром китайские, египетские пирамиды все четырехугольные. Четырехугольные. Значит, я еще раз объясню, есть звездные тетрайдеры на основе треугольных. Кстати, в книгах Евгения Николаевича Вселенского у него разработана более подробная эта тема, у него прям таблицы приведены, когда разные основания, как бы, есть треугольные, есть четырехугольные, и там, скажем, многогранники. У него там, как бы, целый набор, ну, это детализация. Так, друзья мои, а с лазерной глотиной? Значит, минуту, а с голограммой будьте осторожнее. Значит, я объясню, значит, я понял, что, суть вопроса, значит, дело в том, что, опять-таки, допустим, голограммы создаются, да, на основе определенных когерентных излучений, вот, типа лазерного, но, дело в том, что нам известно, продаются, например, голографические фотографии, на которые можно направить обычный широкополосный свет, и там возникает ощущение объема. Так вот, дело в том, что для того, чтобы считать информацию по голограммам, не всегда требуется лазерное излучение, то есть, иногда достаточно какого-то широкополосного излучения, и это не всегда в видимой области спектра. Я, опять-таки, изложил только принцип, не более того. Там, например, характер излучения может быть на других частотах, которые люди зрительно не видят. Не оправдывайся. я не оправдываюсь, я объяснил принцип. Те свет, тот, которым вы пользуетесь, то, что некогерентно, это понятно. И тот свет божественный, который там есть, это совершенно разные категории. Нет, я согласен, есть еще и нетварный свет, я все понимаю, но это как бы другая детализация. Это уже, скажем, описание характеристик излучений. Я изложил общие структурные принципы. Но они должны быть из правильных элементов. Но я убежден, что элементы, которые я обозначил, они правильные. Другое дело, что дальше начинается детализация, какие частоты, допустим, полоса частот. Я там не рассматривал нагонные волны, например, или еще там масса вещей. Есть куча деталей, которые, скажем так, могут сильно менять картину. Так, друзья мои, друзья мои. Я общий принцип назвал кодированный. Что это такое? посмотрите материалы моих предыдущих лекций. Я про это рассказывал. Он не согласен. Давай. Я просто обозначил наиболее коротким словосочетанием. По поводу меркам я хочу добавить. Тетраэдер это одно патроновых тем. Меркам это два тетраэдера. Так что это не какое-то там выдуманное... Нет, я согласен. Это так. Только там вот этот звездный тетраэдер, он вращается. Причем там важно... Да, они вращаются еще и в противофазе. Там верхний тетраэдер в одну сторону, нижний в другую. Андрей, Андрей, все есть яйцо. Да. Все есть яйцо. Яйцо жизни, а вот яйцо жизни это и есть вот тот самый кодированный тароид. Тут нет никаких углов. Углов нет никаких. Так это интегральная характеристика. Я это разобрал по составу. Она продолжала. Как-то детали матрешки или, скажем, слои лукомицы. А это действительно как бы нечто общее такое уже некое интегральное. Так вот что такое душа. Вот яйцо. Так это не противоречит. Как же у тебя углы сплошные, у тебя там вся низкая звезда. Да что? Как же? Яйцо... Я просто расписал по составным частям и по функциям. А, конечно, так сказать, все это в конечном итоге выглядит именно действительно как яйцо жизни. Что и было в древних эзотерических учениях. Так, ну все, хватит, ладно. Потом и... Да... Да...